Да. Девушка, не надо бросать трубки, надо открыть дверь, чтобы гражданин попал в дежурную часть. Вы не имеете права снимать на нашей территории. Правда? Да. А я сейчас на вашей территории нахожусь или на территории, куда меня не пускают? Вот, куда вас не пускают. Вот будьте добры, дверушку откройте, что я попал в дежурную часть. У меня указание вас не пускать. От кого? Замечательно. От первой части. Вот хорошо, заявление дайте, пройду, напишу заявление на человека, который дал указание, нас не пускать. А представьтесь, пожалуйста. Сержант полицейского лица. А кто дал указание? Дежурная часть. Фамилию, кто дал указание? Я не могу сказать, я не знаю. Как это вы не знаете? То есть вам дали указание, а вы не знаете, кто вы, правильно я понимаю? Да. Хорошо, я могу пройти, написать заявление? Не знаю, сейчас узнаю. Как не знаю? Отлично. А где это мы находимся с вами, Андрей Викторович? А это... А это... А это... А это убороческие отделы полиции. Да, это убороческие отделы полиции. Это шедеврально. Надо узнать в дежурной части, можно ли гражданину пройти, написать заявление. Шедевр, блин. Я такого давно не слышал. Ну что ж вы за звери-то такие, здесь холодно. Можно нам в помещение-то пройти? Сейчас уточню. Не надо уточнять, а надо открыть дверь. Не нужно открыть дверь. У меня свои указания, у вас свои, наверное. Мы, граждане, которые хотим в дежурную часть попасть. У вас что на жилете написано? Пресса у меня написана. У меня ничего на жилете не написано. Я в заявлении хочу пройти написать. Вы что, издеваетесь надо мной, что ли? Какая разница, что у меня на трусах еще что-нибудь написано. И что теперь? Я гражданином перестаю быть, что ли, из этого? Я выполняю указания. Не надо указания преступные выполнять. Дайте мне пройти в дежурную часть, написать заявление. Так, и сначала, прежде чем предупреждать, что-то говорить, преобращаться. Закон о полиции, вспомните, куда вы уходите? Майор! Ты что такое? Майор, стой! Что за дичь такая, а? Майор, не нарушай, представься! Это что за... Безумь какая-то, просто безумь. Может, одумается сейчас? Одумается, нет? Майор, представляться будете... Закон о полиции исполнил? Представьтесь! Предупреждаю, что фото-видеосъемка на территории отдела... Кто предупреждает? Кто? Кто есть? Ты такой! Мы что с вами, на ты уже? Да, я с тобой на ты. Потому что ты неизвестно, кто пришел, что-то снимаешь здесь, что-то запрещаешь. Говорят, что запрещено, а сам снимает, да? Сам все предупреждает. Ты есть кто? Закон о полиции исполнил номер три, пожалуйста. Да он не полицейский, ты же видишь, у него ни жетона, ничего, ни карточки никакой, не представляется о чем. Ты дежурный? Где-то карточка нагрудная. Все, пойдем отсюда, тут нет полицейских, похоже. Вот один старший сержант, хотя бы культурный. Да это вообще какая-то дичь какая-то. Я искренне вам сочувствую, если это ваше руководство, правда. Было ваше руководство, потому что они не очень понимают, кто к ним приехал. Все, все, пойдем отсюда. Да, да. Все, вам всего доброго. Обнимательно. Прощайте. Да. Жалко, что вы не держите задолженность и позорите честь полиции. Вы даже не знаете, что такое закон о полиции, наверное, да? Ваше мнение. Абсолютно точно. Потому что мое мнение, вы должны на него опираться. Я гражданин. И оно формируется. Ваша работа из моего мнения формируется. Представляться будешь? Наша работа любит. Представляться будешь? А именно провокация. Ты представляться будешь? Не ты, а вы. Ты представляться будешь, я спрашиваю? Попробуйте помещать. Отлично. Красавчик. Молодец. Звездой будешь. Корпус 1, квартира 8. Так, и что у вас случилось? Так, у него ключи. Сын забрал. Так. И не отдает. И не пускает его в дом. Он инвалид первой группы. Нам все советуют вызоветь МЧС. Мы бы с удовольствием вызвали МЧС. Но для этого нам нужно... А он сразу на месте полицию-то не вызвал. Да еле до сюда довезли его. Сейчас надо. Там ему ждать-то. Это был наряд туда приехать. Вот здесь он здесь сидит, а там стоять, где он на лестнице и площадке будет. Вас же вызвал, скажет, бомж какой-то сидит. Правильно? Мы-то разберемся. Ну согласны? Ну лучше здесь, чем на холодных ступеньках. Подождите, вы советуете на холодные ступеньки поехать отсюда? Нет, я вам не советую. Вы только что сказали, чтобы он шел на холодные ступеньки. Это вы сюда его привезли. Правильно? Правильно. Только надо было туда, наряд полиции. А где бы он вас ждал? А где бы он вас ждал? На улице? Сейчас придет отбивка. Нет, хотите, если мы вам мешаем, мы пойдем на улице ждать. Вы не переворачивайте мои слова. У него даже нет кода. Я сказал, молодцы, что вы привезли. А, вот-вот, все. Кузнецам дано задание, орден вечер успел. Сутки обрываются, бля, воздух. Вы что, зачем привезли? Какие вы молодцы. Вот, протокол принятия ушного заявления. Сейчас оперуполномочий выйдет. Все по закону. Давайте разберемся по данному факту. Дорогие мы будем решать по мере поступления. Все, спасибо. Так, а теперь поясните, что вы хотите? Вы проживаете по выше указанному адресу, правильно? Прописано или нет? Я прописан, да. В данной квартире сейчас кто проживает? Никто. Вообще квартира пустует? Да, она закрыта. Так, то есть в квартире сейчас никого не находится? Не должно быть никого. Мне звонили, что я не знаю. Мы не исключаем, что может что-то быть. Я не знаю. Так, а фактически проживаете на даче, да? Да, приходится на летней даче проживать. Так, вы ранее не судимы на учетах и в НД не состоит? Нет, нигде, нигде, ничего. У меня есть чисто перед законом. Не судим, ничего. Вот где галочка. Распишитесь. Все, теперь ты еще дальше подписал. Это вам. Смотрите. Вы еще подскажете, наверное? Вот это вот. Это номер заявления. Протокол устного заявления, по которому зарегистрировано наши поиски. Вот это вот наш телефон. С утра уже будет известно, кому поручить материал. Сейчас будем решать, что делать дальше. Это должно быть у вас. Это то, что у вас принято заявление. Так, ну что ж, друзья, это у нас был отдел полиции по оборудовательскому району. Тут, как всегда, трэш, блин, в дежурной части, куча задержанных, непонятно за что. Ну, один только там понятно за что, остальные как бы не очень понятно за что. Ну вот, двоих отпустили, остальных обещали оформить быстрее, да, там, у кого все в паралетке, отпустить побыстрее. Ну вот, помогали мы сегодня инвалиду. Надеемся, что дальше еще будем над этим работать, что инвалид, такие, вселится в свою законную квартиру, да, где он проживает, откуда его преступным путем вы выгнали, выгнали его оттуда преступным путем из своей же квартиры собственной. Ну, а вы подписывайся на канал, поставьте этому видео лайк, нажимайте на колокольчик, ну и пишите, что думаете об этом в комментариях, также подписывайтесь на наш инстаграм и телеграм-канал, ссылки будут в описании и группа ВКонтакте тоже. Все, всем удачи, всем пока, боритесь за свои права. А с нами были Николай Сизиков. Че сразу я-то? Николай Сизиков и Владислав Луньков, несравненный адвокат. Все, боритесь за свои права, всем пока. Ну, а на второй день, друзья, было еще веселее. Адвокат вместе с инвалидом приехали в дежурную часть и сказали, что жить инвалиду негде, поэтому он остается здесь. Тут же все засуетились, забегали, говорят, все-все-все, поехали, вот вам наряд полиции, мы сейчас вызвали МЧС, езжайте на место, откроем дверь и все, поселим вас в вашей квартире. Господин Луньков позвонил мне и господину Сизикову, и мы приехали уже на квартиру. Приезжаем, там наряд полиции, инвалид и Луньков. Часа два, может быть, даже больше мы ждали МЧС. После того, как уже начали все нервничать и выяснять, ну, какого, собственно, почему МЧС не едет, почему, что случилось. Выяснилось, что МЧС никто не вызвал. То есть дежурный должен был вызвать, но не вызвал. Граждане должны были вызвать. Ну, в общем, друг на другу попинали. Ну, и экипаж ППС сказал, все, мы ждать больше не будем, или вызывайте платную, или, как бы, мы там уезжаем. На что мы сказали, что окей, платную мы вызывать не будем, денег у инвалидов нет, забирайте дедушку обратно в отдел, пусть он там живет. Ну, и дальше смотрите, что происходило. В общем, они срывать не будут. Кто будет срывать? Коллеги. Мы поняли, конечно, прекрасно, мы все поняли, что МЧС. А где мне ночевать? Идите. Полиция, скажите, не занимается. Я понимаю, на МЧС даже можно скрыть? Нет. Почему? МЧС скрывает двери в том состоянии, в случае, когда непосредственная угроза жизни человека возникает. Да вот я не могу, а куда мне идти? Он все, ключи на уровень инвалид. Это не угроза, что ли, инвалид? Он же на улице на улице. Видите, 112, вам все объяснят. Я не могу никого заставить скрывать данную дверь. Решайте вопрос. Как решать? Я вам скажу, я вам скажу номер. Вы можете найти в интернете службу, которая занимается вскрытием дверей. Ребятки, да вы что? Нет, если бы там какой-нибудь твит был неправильно сделан в этой коммунте, наверное, мы все запилили бы и заворвались бы. Нет. В жилье проникнуть никто не имеет права. Вы понимаете, инвалид не может... Мы понимаем. Инвалиду едет скорая помощь. И как дальше? Не надо ему помощь. Давайте вы не будете накалять обстановку вот эту. Да как, может, тем, где как-то... У него вот квартира, пусть скрывает и живет. Как? А как я буду скрывать? А денег дать, да? Деньги дайте. А где у меня денег нет? Я вам не могу же свои деньги дать, правильно? Я понимаю. А что мне делать? Скиньтесь, а что делать? Давайте мы будем. Скидываетесь. А вы не хотите? Я? У меня есть на что скидываться. У меня есть. Ну а что тогда вы провоцируете меня? Давайте вместе скинемся. Скиньтесь. Я не имею возможности всему району скрывать двери. Понимаете? У меня четверо детей. Мне найдут зарплату, надо как-то еще... Уже 13. Так вы знаете? Чудесно. Вы знаете? Не надо, скажите. Номер запишите, коммерческую службу. Нам не надо. Не надо? Ладно. У нас денег нет. Чудесно. Поехали в полицию обратно. Нам предлагали там. Давайте. Там хоть туалет рядом. Пойдемте. Как его? Понюнина. Забирайте его назад. А что, вы его сюда привезли, вы назад его везите. Куда? В полицию. Поехали. Поехали, поехали. Поехали, поехали в полицию. А как вот такие машинки на линию интересные выпускают? Передняя и левая, причем не работает пара. С таким. Неисправность с такой запрещенной эксплуатировать автомобиль. Как тюночка с дерева. МЧС тут как тут. Снять, да? Ты не на алитох квартиру запустить, да вы что? Это же денег стоит. Одного человека, которого из-за такого нарушения не троится... Давай ищите хозяйку. Да. Вези в пиле, чтобы хозяйку бери ты от того. Помимо, есть хозяйка. Два нет, ищите. А у меня уже сядь есть. Не знаю, не стои же. Зови. Девушка, не надо бросать трубки. Надо открыть дверь, чтобы гражданин попал в дежурную часть. Вы не имеете права снимать на нашей территории. Правда? Да. А я сейчас на вашей территории нахожусь или на территории, куда меня не пускают? Вот, куда вас не пускают. Вот будьте добры, дверушку откройте, что я попал в дежурную часть. У меня указание вас не пускать. От кого? Замечательно. От дежурной части. Вот хорошо, заявление дайте, пройду, напишу заявление на человека, который дал указание, нас не пускают. А представьтесь, пожалуйста. Сержант полиции Клинецова. А кто дал указание? Дежурная часть. Фамилию, кто дал указание? Я не могу сказать, я не знаю. Как это вы не знаете? То есть вам дали указание, а вы не знаете, кто вы? Правильно я понимаю? Да. Хорошо, я могу пройти, написать заявление? Не знаю, сейчас узнаю. Как, не знаю. Отлично. А где это мы находимся-то с вами, Андрей Викторович? Это... А это... А это уборщевский отдел полиции. Да, это уборщевский отдел полиции. Это шедеврально. Надо узнать в дежурной части, можно ли гражданину пройти, написать заявление. Шедевр, блин. Я такого давно не слышал. Может, нельзя? Действительно. Чего вы жаловаться еще будете? Вы же не благодарность сюда пришли явно написать. Ну почему? Как сработали бы. Да они уже не очень сработали. Может быть, благодарность была бы. Пока не получается. Вот стараешься для них, пытаешься показать положительный образ сотрудника полиции. А получаешь закрытую дверь и сейчас узнаю, можно ли написать вам заявление. Видимо, нельзя, раз не открывают. Может быть, позвонить 102? Вот они там сидят. Нет, там не настоящие полицейские. Разве? Ну, раз они не открывают. Ну так-то, да. Может, захватили в дел? Что вы знали? Оборотни? Да не быть такого не может. Мы же в России, в Российской Федерации. Ну что, у нас нет оборотней. Все только в Румынии. Полиция, Малыч, я могу вам помочь. Здравствуйте. Здравствуйте. А мне нужно попасть в полицию, написать заявление, а меня не пускают. А что у вас получилось? Я хотел, у меня инвалид внутри его, экипаж привез. Я хотел вместе с ним приехать и в отделе написать заявление. Вы где-то находитесь? Вот прямо у входа в отдел полиции. А кто вас не пускает в отдел полиции? Кто нас не пускает? Ну, вот здесь проходная. Это Кузнецова. Кузнецова вот она представилась через домофон. Но не пускает. Это кто? Сотрудник полиции вас не пускает в журнале? Я же не могу знать. Я по домофону общаюсь. Ну, на кнопочку нажал. Отдел какой у вас? Отдел по Обручевскому району. В каком адресе находитесь? Просоюзная, 61-Корпус-1. Вы находитесь в МВД по району Обручевскому району? Я рядом с ним нахожусь. Я хочу внутрь попасть, написать заявление, но меня не пускают. Вас не пускают в Обручевске отделы? Совершенно верно. Фамилия ваша как? Фамилия моя Орел. Зовут Андрей Викторович. А по какому поводу заявления? По поводу инвалида, которого, в принципе, уже завезли на машине внутрь. Мы вместе с ним ехали за машиной сотрудником. Вот его машина заехала с инвалидом. Сотрудники заехали. А мы вот никак не можем попасть. А сотрудники что, они отказываются от... Вот в домофонах сказали, что в дежурной части сказали нас не пускать. Хорошо, ваше обращение принято, зарегистрировано. Ну, а попасть можно за обращение, это понятно. Дальше-то как быть? Я вам не могу дать советы, как вам действовать. А вы можете переключить на телефон доверия? Телефон доверия указан на стенде. Я знаю, вы переключить можете? Все, понял, хорошо, спасибо. Как там Пузенцово? Сюжет, да, старший сюжет. Да, сейчас выйдет ответственный от руководства, пообщается с вами. А, за эти заявления-то можно написать Пузенцовому? Я вам еще раз повторю, сейчас выйдет ответственный, я все с вами. Ага, да, мы ждем. С нетерпением. Фигелай. Чего сразу идет? Я не ответственный. Телефон доверия Главного управления МВД России по городу Москве. Старший оперативный дежурный, старший лейтенант полиции Козина. Чем можем помочь? Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, я вот подъехал к отделу полиции Обручевский, и вот через домофон мне сообщают, что меня не пустят написать заявление. А заявление о чем вы хотите написать? О том, что теперь уже хочу написать о том, что меня не пускают. Нет, изначально вы в отдел с какой целью? Изначально у нас дедушка приехал, он инвалид первой группы, приехал в отдел, хотел, чтобы мы помогли попасть в свою квартиру. Этого дедушку посадили в патрульную машину, повезли домой, вызвали МЧС, потом выяснилось, что МЧС не приедет, его повезли обратно. Вот мы с дедушкой поехали обратно, его вместе с патрульной машиной завезли внутрь, а меня не пускают внутрь. Ну, так а вас с какой целью должны пускать, я немножко не понимаю. Ну, потому что там внутри инвалид первой группы. Он не ходячий? Он очень плохо ходячий, то есть вот прям очень плохо ходячий. Ну, я могу на контроль передать ваше обращение? Передайте, пожалуйста. В управлении внутренних дел по округу. Значит, отдел полиции Обручевский? Да, да, да. Вы сейчас дежурному сказали в громкую связь, что вы хотите написать заявление о том, что вас не пропускали жалобы? Совершенно верно. Потому что до этого как бы это закрытый объект и сотрудники... Только не дежурному, да, не дежурному, а там кому-то на проходной. А она сказала, что девушка, которая на проходной, сказала, что нас дежурный, и сказал, что нас не пропускать. Ну, не пропускать, если вы к данному гражданину хотели, то в принципе... Нет, мы уже по поводу заявления уже сказали. По поводу заявления. Да. Хорошо, я сейчас передам ваше обращение на контроль вышестоящего... Спасибо огромное. Всего доброго. До свидания. Да. Ну, что ж вы за звери-то такие, здесь холодно. Можно нам в помещение-то пройти? Сейчас уточню. Не надо уточнять, надо открыть дверь. Не нужно открыть дверь. У меня свои указания, у вас свои, наверное. Мы, граждане, которые хотим в дежурную часть попасть. У вас что на жилете написано? Пресса у меня написана. У меня ничего на жилете не написано. Я в заявлении хочу пройти написать. Вы что, издеваетесь надо мной, что ли? Какая разница, что у меня на трусах еще что-нибудь написано. И что теперь? Я гражданином перестаю быть, что ли, из-за этого? Я выполняю указания. Не надо указания преступные выполнять. Дайте мне пройти в дежурную часть, написать заявление. Сейчас. Простите, на жилете что у меня написано? А я чем провинился? Ладно, ты бородатый. А что там у меня написано? А то, может, там что-нибудь не то написано. Ну, ты так наденешь что-нибудь, не посмотришь, что надел. У меня разные жилеты, да? Девчонная часть, что доезалось, нет, кое-что могло. Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, попасть в отдел обручевский. Потому что больше полчаса не дается войти и записать заявление. У вас уже, вы звонили, обращались, уже зарегистрировано. Так это зарегистрировано-то здорово, только я пройти-то не могу все равно. То, что оно зарегистрировано, это хорошо. А что вам говорят, почему не пускают? Что вы говорите, почему меня не пускают заявление писать? Дежурный спрашивает по округу. Ничего не говорят. Говорят, дежурный запретил просто пускать, да? Правильно я говорю? Звоните, пожалуйста. Сейчас я разберусь, пожалуйста. Будьте добры, потому что мы замерзли уже, здесь не май месяц, говорят. Хорошо. Спасибо большое. Может, пусть и все-таки нас заявление написали? Но ответственник нам выйдет. Но мы же не к нему идем заявление писать. Дежурный чай. Мы вообще на территорию нашего векового полиции видеокамеры. То есть что вы такое говорите? Вы это не придумываете. Товарищи там старше срабили. Сержант, я уж не знаю, не помню. Я понимаю, что у полицейских фантазия богата, но у меня столько же. Давайте все-таки уважительно к гражданам относиться. Граждане пришли написать заявление. Вы начинаете придумывать что-то. За разрешение кого-то спрашивают. Давайте мы теперь еще, на то, чтобы подышать, за разрешение, вы там спрашивали. Что здесь делать с этим гражданам? Где у нас какое-то разделение? А что, вас не пускают? Не пускают. Вот что он не делал. Да? Да. Мы сейчас уезжаем опять на эту квартиру. Будут ломать дверь. А мне надо это самое... Все заснять надо. Все-таки собирается... Да, все сейчас, через 20 минут он звонил. Сейчас через 20 минут будут это самое... Ломать дверь. Там что-то все нормально у вас? Да, нормально. Сейчас с ним переругался там. И вот сейчас это я... А он говорит, сейчас давайте мы ломаем. Где-нибудь переночуем. Я говорю, я никуда не пойду ночевать. Вот здесь он, он не будет ночевать. А я говорю, это самое... Да. Я говорю, нет, я его гонять больше не буду. Он позвонил какой-то этой самой женщине. И сейчас будут ломать дверь там. Через 20 минут. Вот сейчас нас вывезут на машине. Наверное, опять повезут туда. Поидите за нами. Все рассмотрится. Все, вот это заснять все там. Они говорят, нет, мы не можем это самое давать в милиция, чтобы это офис сделала. Он говорит, нет, 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 соберите все, снимайте. Говорят, сами. А нет. Деньги давайте. Подойдите, люди будут. Что? Люди снять, да? Люди снять. Что? А что это за распоряжение не пускать писать заявление, скажите, пожалуйста? Это не писать заявление, а съемка на территории отдела запрещена. Да можно запрещать сколько угодно заявление написать. Почему нельзя? Почему вы дали распоряжение своему сотруднику не пускать нас написать заявление? Пожалуйста, наш территориальный отдел. Вы и в себе вообще так же понимаете? Так, представьтесь. Представьтесь. Здесь еще раз вас предупреждают. Представьтесь, значит, прежде чем предупреждать. Прежде чем предупреждать, что-то говорить, при обращении, обращайтесь. Закон о полиции вспомните? Куда вы входите? Майор! Майор, стой! Что за античность такая, а? Куда пошел-то, майор? Вернись! Ты просто потрясающе, что-то, Николай. Я не понимаю, что-то происходит вообще. Мы куда пришли? Вот. Майор, не нарушай, представься! Это что за... Безумь какая-то, просто безумь. Слушай... Вот вы грамотнее, чем он. Нарушите меня. Вы хотя бы представились. Вы хоть нарушаете, но хотя бы представляетесь. Нас же такого начальника или нет, да? Дай же ее. Может, одумается сейчас? Одумается, нет? Майор, представляться будете? Закон о полиции исполнен. Представьтесь. Я знаю, что фото-видеосъемка на территории отдела... Кто предупреждает-то? Ты кто есть-то? Ты такой. Мы что с вами, на «ты» уже? Да, я с тобой на «ты». Потому что ты неизвестно кто пришел, что-то снимаешь здесь, что-то запрещаешь. Говорят, что запрещено, а сам снимает, да? Сам все противопрещено. Ты есть кто? Закон о полиции исполни номер три, пожалуйста. Да он не полицейский, ты же видишь. У него ни житона, ничего, ни карточки никакой не представляется. Ты дежурный? Где-то, где-то карточка нагрудная. Все, пойдем отсюда. Тут нет полицейских, похоже. Вот один старший сижал, хотя бы культурный. Да это вообще какая-то дичь какая-то. Я искренне вам сочувствую, если это ваше руководство, правда. Было ваше руководство. Потому что они не очень понимают, кто к ним приехал. Все, все, пойдем. Да, спасибо. Вам всего доброго. Обнимательно. Прощайте. Жалко, что вы не держите задолженность и позорите честь полиции. Вы даже не знаете, что такое закон о полиции надо, да? Ваше мнение. Абсолютно точно. Потому что мое мнение, вы должны на него опираться. Я гражданин. И оно формируется. Ваша работа из моего мнения формируется. Представляться будешь? Нашу работу люди. Представляться будешь? А именно провокация. Ты представляться будешь? Не ты, а вы. Ты представляться будешь, я спрашиваю? Покиньте помещение. Отлично. Красавчик. Молодец. Звездой будешь. Все, тут встал уже. Ой, подожди, сейчас дай эту кровать. Давай. Попробуй. Лена. Давай. Давай. Ну, здрасте, ехали. Я тебе не подниму. Не, она не сбегала. Вставай. Давай. Аккуратнее, чтобы вас не проткнули. В поле, где заходи. А вот эти поставить нам в леченьку. А вот эти поставить нам в леченьку. А вот эти вот там, в леченьку. Все включать везде. Заходите. А вот эту можно как-то снять? Ну, с инструментами туда. А у тебя отвертка, где-то что-то. Есть у меня отвертка. Дайте вам. Добро пожаловать домой. Да. Да нет, мне кажется, когда отключим, быстрее все сработают. Они же увидели, что туда вошло. Ну все, спокойной ночи. Ну да. Ну пошли. Я думаю, что вряд ли. Да? Они уже завтра здесь будут, я думаю. Я думаю, сегодня уже был. И если не сегодня, Влад. Да. Так, так что они, Влад говорит, ну ты, если что, не открывай дверь, а это, ну они могут сломать дверь. Ну сколько у вас ушло на это время, чтобы попасть сюда? Минут 30. Вот за эти 30 минут мы сюда и подъедем. И сушники полиции даже. Конечно. Ну они это самое раньше сломали. По-моему, быстрее это. Да, они сломали. Ну, надо было вам сейчас работать, да? Ладно, счастливо. Спасибо вам большое. Ладно, держитесь, давайте. До свидания. Спокойной ночи. Спасибо. Что произошло, Николай? Дверь открылась. Да. И это, и домой. Инвалидов. Запустили человека все-таки в квартиру. Дедушка дома. Дедушка сегодня будет спать не на улице. Благодаря кому? Не благодаря его сыну, который должен о нем заботиться. Благодаря, получается, в данном случае, боюсь сказать это слово, но сотрудникам полиции, которые с третьего раза все-таки сообразили вызвать сюда МЧСовцев, которые вскрыли дверь и запустили дедушку домой. Мне кажется, все-таки это было ЖКХ. ЖКХ? Ну, пусть будет. Слесаря, да, обычный. Я уж не смотрю на форму. Важно, что они сделали доброе дело. Дедушка сегодня дома, будет спать в своей кровати. И это уже небольшая победа. Думаю, завтра уже с утра приедут сюда негодяи, которые смеют называться родственниками этого дедушки и будут пытаться выгнать его снова. Ну, естественно, мы рядом. Мы эту тему не бросаем. До победного будем оставаться с этими людьми. Мы постараемся дедушку не на одну ночь запустить в эту квартиру, а обеспечить ему спокойную старость. Хотя бы так. Спасибо, Николай. Да я-то что? Это вот бородатый оператор во всем виноват. В хорошем, по крайней мере.